Девушки отдыхают Фальконе тебя заказал. Сюда уже едут. Уходи отсюда. Что? Это еще с какой радости? Слушай, Фальконе узнал, что Винчи хочет его убрать, потому что Клементе наврал, что Карло торгует наркотиками. Наврал? Вито, Карло Фальконе торгует наркотиками. Все это знают. Клементе пытался выжить его с рынка, и Фальконе его убрал. А теперь он хочет и от нас избавиться, пока мы не приняли меры. Откуда ты это знаешь? У меня свои источники. Так зачем ты пришел? Зачем? У тебя что, склероз начался? Потому что тебя хотят убить. Хватит болтать. Ради бога. Одевайся и поехали. А почему просто не завалить тех, кого послал Карло? Мы в лучшем положении. Они не знают, что мы их ждем. Я так не могу. Я знаю этого парня. Я ему работаю и нашел. Что? Ты меня заказал? Нет, не совсем. Слушай, нет времени объяснять. Он вот-вот будет здесь. Ладно, жди здесь. Я оденусь. Черт, поздно они уже здесь. Дерьмо. Генри не должен меня видеть. Прячемся. Быстрее, пока он внизу. Вита, что это ты тут делаешь? Спокойно, Генри. Убери пушку и отошли своих ребят. Я все объясню. Парни, подождите на улице. Если не выйду через пару минут, вернетесь за мной. Проходите. Садитесь. Что за херня тут происходит? Слушай, Генри, Лео мой друг, понимаешь? Он помог мне в тюряге. Считай, жизнь меня спас. И из-за него меня взяли в семью. Я честно не знал, что Эдди тебе его закажет. Пойми, я не мог его не предупредить. Да, но и ты пойми, что я не могу провалить это дело. Если я отпущу Лео, Фалькон и решит, что я его слил и прикончит меня. Черт возьми, Генри, я же твой друг. Я бы для тебя то же самое сделал. Вита, дружба тут ни при чем. Это работа. И если я ее не сделаю, мне крышка. Я не могу его отпустить. Я взял контракт, его надо выполнить. Если не хочешь смотреть, уходи. И не беспокойся, я никому не скажу, что ты был здесь. Слушай, Лео мне сказал все из-за того, что Фальконе торгует наркотой. Он нарушает правила и хочет убрать всех, кто об этом знает. И что? Единственные, кто не нарушает правила, это Фрэнк Винчи и сам Лео. А деньги мне платят не они. Вито, спасибо за все. Но теперь уходи. Я прожил долгую жизнь. Не рискуй своей шкурой, чтобы подарить мне еще пару лет. Нет, Лео. Должен быть выход. Вито. Иди. Прости, Вито. Я никому не скажу, что тебя видел. Главное, уйди незаметно. Главное, уйди. Ну, парень, ты мой должник. Что? Малыш. Лео. Хочешь выпить? Что случилось? Мы с твоим другом договорились. Я исчезну. После смерти жены этот город для меня все равно ничего не значит. И я давно хотел перебраться в теплые края. Эй, может в душе спрячемся? Это не самая разумная идея. Ты совсем свихнулся? Придумай что-нибудь получше. Что за черт? Вито. Эх... Мать. Эй, спрячемся под кроватью. Ты что, сдурел? Давай, лезь под кровать. Это самое очевидное, что вообще бывает. В кино всегда срабатывает. Давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что за черт, Вита? А ну, вылезай оттуда. Черт, Генри, почему ты такой дотошный? Лено всегда срабатывает, да? Может, мы поместимся? Ты что, сдурел? Что, вдвоем? Я не голубой. Я вдвоем с мужиком в шкаф не полезу. Лезь давай, у нас времени в обрез. Эй, не прижимайся. Подвинься. Нет, ты подвинься. Заткнись. Эй, надеюсь, это пистолет. Заткнись. Что за черт, Генри? Вита? Это твой друг. Нет, он пиджак хотел повесить. Ладно, ладно, вылезай оттуда. Какие интересные тут в шкафах скелеты. Простыни. Поехали, давай. Вяжем крепче. Ладно, ты первый, Лео. Эй, проклятие. Стэо. Стэрый, я уже для этого... Чуть потеша. Ты меня сам в кровь загонишь. Давай, я иду следом, пошли. Ладно, что дальше? Ну, для начала, драпаем. Кто бы спорил. Вот мать его! Ладно, Вита, проводи меня на станцию, если можешь. Мне неплохо жилось в этом городе, но пора и честь знать. Ты туда в пижаме пойдешь? А как еще? Лучше живой в пижаме, чем жмурик в шикарном костюме. Ты расскажешь об этом Фрэнку? Конечно, расскажу. Но не волнуйся, твое имя я забуду. У тебя и так забот хватает. Спасибо, Лео. Знаешь, все так усложнилось и так быстро, понимаешь? А чего ты ожидал? Что дашь клятву, натянешь красивый костюмчик и жизнь станет малиной? Карло всегда был скользким хипом, даже для нашей профессии. Я предупреждал Фрэнка сто лет назад. Ладно, и что дальше? Я исчезну, и пусть все идет своим чередом. Сяду на первый же поезд в Лос-Хевен. Сделаю пару звонков, утрясу дела. А потом возьму билет и улечу туда, где тепло. Завтра в это время я буду сидеть на песочке и тянуть такой коктейль, знаешь, ну, с зонтиком. Ну все, приехали. Спасибо тебе за все, Вито. Только пообещай, что больше не будешь делать таких глупостей. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Хорошего отдыха, старина. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет. Рисковать жизнью для того, чтобы купить старику пару лет.